Итак, друзья, всем большой привет! Модификация DTR Survival, как-то меня так угораздило, отравадутся и вчерашний день, можно сказать, был у нас с Марку, в общем-то сегодня уже более-менее восстановился и готов вновь записывать для вас видео. Но для этого не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, это впервые. У нас имеется здание, самое главное, исследование местности Северный Блокпост, необходимо исследовать Северный Блокпост, возможно в главном здании можно найти что-то. А также я очень невнимательно обыскивал в предыдущей серии, особенно деревян новичков, потому что там оказывается есть какие-то записки, вот. И здесь тоже эти записки имеются, вот на этой базе, сейчас будем также их проверять и осматривать более внимательно. Давайте посмотрим еще раз эту базу, насколько я помню по видосам и по подсказкам, где-то вот здесь. О, вот записка на кордоне номер 9, давайте прочитаем ее. Так, номер 2, номер 9, вот номер 9. Заброшенная ферма до аварии и серии катаклизмов вела довольно неплохое животноводческое хозяйство. Ее обслуживание служило местное ТП и элеватор, откуда доставляли зерно местным животным, настоящее время облюбованным местным торговцем по кличке Шустрый и местным умельцем по части ремонта. Внешний вид у планировки фермы потерпело изменения. Стальные листы на баррикадах и сломанный зил в проходе используют как редуты местными сталкерами для отражения регулярных атак бандитов и местной хищной фауны. Здесь можно очинить снаряжение у местного техника и получить работу у торговца. Последние особенно интересуются пистолетами отечественной модели. Техник будет вам признателен за найденные инструменты и охотно следует вам скидку на модернизацию в случае предоставления полного комплекта. Но вопрос здесь сейчас имеется техник не знаю и я возможно все да на этом. Так это какая-то станция, нам она может пригодиться, может нет. Так, а здесь что? Здесь, здесь, здесь? Не знаю, я конечно не сильно прям внимателен, признаюсь честно. Но тут тоже ныкают вроде как в такие места, где даже не подумаешь, что что-то могло находиться. Так, давайте также наверное сложим лишние патроны, потому что сейчас мне и они будут не очень-то и нужны. Так, погоди-ка, а здесь где-нибудь еще будет записка какая-нибудь или нет? Вот это я не знаю, кстати. Так, это у нас не записка. Ну-ка, вот здесь как раз таки есть наш тайник, да, нет, тайник немного в другом месте находится. Так, тут ничего, тут ничего, ну короче я не знаю, тут я пока ничего не могу найти. Не знаю, может быть я как-то не совсем внимательно осматриваю. Так, давай тут сюда скинем на всякий случай, чтобы не потерялся он у нас. И в принципе все, здесь может быть где-то что-то валяется. Вроде нет, вроде ничего такого тут и нет. Ну, в общем, надо еще раз переобыскать деревян новичков, потому что там у нас точно что-то будет иметься интересное. Вот 100%. Я там точно не что-то прокекал. Так, тут ничего, тут радио, рация, радио. Тальян лежит. Ладно. Так, к поводу веса. Наверное лишний патрон давайте сложим. Я, кстати, себе подрубил фаст-тревелы. Мне разработчик скинул мод на фаст-тревелы. Очень полезная вещь на самом деле, потому что тяжеловато будет нам без фаст-тревелов обходиться здесь. Если что, фаст-тревел на эту точку мне имеется. Поэтому давайте сложим сюда часть теломутантов, сигаретки. Да пусть будут сигаретки. Ладно, черт с ними. Не сильно они нужны мне. Так, ну и 21 килограмм это нормально, я считаю, в плане веса. Итак, что у нас по заданиям? Исследования того блокпоста пошли. Мне многие писали, что слишком быстро прохожу. Но это мой такой стиль. Наверное, я не буду мега внимательным в каком-то смысле. Я буду проходить и проходить, двигаться в своем темпе. Но это да, это прям мой темп. Проходить быстро где-то. Но посмотрим. Если я буду какие-то квесты про кеки. Вот что это такое? Почему-то этого не было в ДТРе. Надо мне говорить, что это было в ДТРе. Не знаю, может быть я зря поставил обновленный пак локации Таномоли. Но ладно, пока графика более-менее пойдет. На нее даже особо внимания я не обращаю тогда. Так, переносное радио я заберу. Может быть пригодится, кстати, на разбор. Давайте его разберем. Разобрать. Опять канифоли у меня столько, с ума сойти. Зачем мне столько? Не знаю. Ну ладно. Так, а тут что-нибудь будет у меня интересного? Ой, я китиков слышу, но благо я уже забрался повыше. Так, тут ничего нету, кстати. Вы же сюда-то не сможете забраться, по идее, китики. Что? Каким образом? Твою медь. Ой-ой-ой. Вы что ж такие серьезные-то, ептать? Как так-то? Нет, ну это вообще ни в какие ворота не лезет, скажу я тебе так. Че, совсем охерели? Нет, ну это больно нагло было сейчас, заметьте. Китик. О, нет звуков, спасибо. Сейчас игра, скорее всего, вылетит, да? Да, нет звука, почему-то дробовика появляет. Но это баг ДТР, это фолтный. Где звук-то, ептэ? На нафиг. Все, я всех завалил. Нет, не завалил, он еще бегает, прыгает, говнюк. Книдыч. Странно, почему игра не вылетает до сих пор. О, попал по нему. А того, причем, сразу убил, кстати. На удивление. Ну-ка, иди сюда. Не могу я по нему попасть даже. Все, минус. Так, дроби у меня, дроби у меня есть, причем в большом количестве, да, нам игра же дает снаряжение всякое. Северный блокпост, северный блокпост. Так, давайте их обыщем, почему бы нет. Собрать трофеи, берем щитовидную железу. Правда, не знаю, кому мне отдавать ее и зачем. Но, по-моему, на болотах можно будет все эти железы, бошки, обменивать на что-то полезное. Поэтому есть смысл, очевидно, это все подбирать. Так, аномалии. Здравствуйте, добрый вечер. Ну-ка, тут что у нас? Ох ты, что-то есть. Чего? Чего? Нихрена себе! Нихрена себе! Вот это да! Вот это сейчас, конечно, мне повезло. Нет, ну если были бы еще патроны к этой пушке, ручной пулемет нашли. Охренеть! Просто охренеть! С ума сойти! Так, нате вам, собаки, ну тихо-тихо, убегай. Не надо, не надо, не надо, не бейте, не бейте меня, не бейте, собаки! Да блин! Какие живучие вы все! С ума сойти! Так, давай-давай, убегай. И у вас тут уйма просто какая-то! Тихо-тихо, убегай дальше. Надеюсь, кого-то я убил. Спокойно. Не надо. Нет! Не бейте, не бейте, лучше обосыть и мама постирает! О, одна умерла от кровотока. Все. Охотник на мутантов. Сколько сейчас нужно будет мутантов убить? Подожди. Охотник на мутантов. Сколько? 30 мутантов осталось убить. Нормально. Все, забираем тогда. Нам это пригодится, я уверен. Так, еще тайник. Ага, лист брезента, но пригодится, ладно. Так, новое здание, искатель тайников, не понял? Тренируйтесь в навыке поиска тайников, найдите 20 тайников. Интересно. Ну ладно, лист брезента. Ладно, пока пусть так будет, и думаю, что сейчас разберем. Ну-ка, ну-ка. Кто у нас будет здесь? Пока непонятно. Так, записочка. Отсюда вижу какую-то записочку. Записка на кордоне номер 8. Так, номер 8. Вот что такое номер 8? Где номер 8? 12, 9, 3. Вот она, номер 8. Аналог Южного Поста расположен рядом с заброшенной деревней. С тем отличием, что кроме бандитов и мутантов здесь никого давно нет. В первые месяцы катастрофы ЧАЭСа через этот блокпост шли колонны техники на вечную стоянку. На территории огромной свалки. Тяжелые тягачи, грузовики, военно-техника, облученная до критического уровня, подлежала утилизации. Вследствие чего за блокпостом образовалась огромная радиоактивная свалка из сотен единиц техники и громадных куч радиоактивного металлолома. Ранее данный блокпост служил провозом с территории свалки из-за повышения уровня излучения на ленном участке. Маршрут сталкеры признали небезопасным и от него отказались. Че в итоге-то у меня тут будет? Так, кстати, о, тайничок. Че-то пси-блокад, что ли? Ничего себе. А это что такое? Чистящий набор Аврора. Инъектор использованный. Так, а тут что? Ну-ка, лабораторный меткейс использовать. Ух, нихрена. То есть я могу тут, по идее, себе всякие вещички поделать. Так, инъектор стерильный, военный стимулятор, можно себе сделать. Ничего себе. Ну, короче, я понял. Да, эта штука мне пригодится. Так, и сломанная рация. Опа. Зафризило. Кровососы, серьезно? Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не кусаться. С ума сойти. На северном блокпосту мне удалось найти рацию, но, к сожалению, она сломана. Надо попытаться ее обочинить. Возможно, с помощью нее мне удастся выйти на связь с кем-нибудь. Детали для рации должны быть где-то на кордоне. Круто. Кровососы тут пришли меня бить. Я, скорее всего, их никак не обущу. Есть такое ощущение. Так, а где еще одна дура? Мне кажется, где-то очень близко. Так, тут я не пройду никак. А здесь? Все, убил. Отлично. Ну, не обущу, скорее всего, да, я их никак вообще отцелул совсем, поэтому... А, нет, чупальца забрать, давай. Да, ничего полезного. Так, еще раз. Рация у меня сломанная, да? Можно починить. Угу. Поиск деталей в деревне. Необходимо снова прочесать деревню в поисках деталей для сломанной рации. Возможно, детали стоит поискать в этом доме, в этом доме на диванах и кроватях. Ничего себе, мне прям реально игра за руку вводит. Но это, конечно, приятно, что игра тебя не бросает в этом смысле. И все равно вот так вот прям за ручку вводит и показывает, что может быть. Во-первых, я вот тут видел записку, где-то есть, по-моему, вот здесь, нет? Но вот тут. Так, первая часть записки на картоне, ну-ка. Погоди, вот какая-то первая часть записки. А это записка. Хм. Странно. Для использования необходимы все части. Стоп. Это что-то другое, что ли? Какие-то другие записки? Не понял. Погоди. А тут для использования необходимы все части? Вроде нет. Хм. Значит, это что-то другое. Это значит не те записки, про которые я думаю. Ну ладно. Так, что еще, что еще, что еще? Где-то тут еще, по-моему, записка должна быть. А то я очень плохо осмотрел жертву деревню. Надо заново этим заняться, потому что... Ну я капец как невнимательно все просмотрел. Нашел буквально там 3%, грубо говоря, от общей суммы. Так, тут есть что-нибудь? Подожди. Вот тут очки. Нет, тут очки я ничего не нашел. А, нет, стоп, 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 стоп. Вторая часть записки на кордоне. О, а сколько их всего? Старый потрепанный кусочек записки, который найден на кордоне в деревне новичков. Чтобы прочитать записку, необходимо собрать все 6 частей, которые, возможно, спрятаны на кордоне в деревне новичков. А, то есть они все на кордоне в деревне новичков? Чего? 6 частей? Капец. С ума сойти, с ума сойти. Так, ладно. Я еще вот это здание не обыскивал. Давайте посмотрим, что тут будет. О, записка на кордоне номер 11. Ну-ка, номер 11, где она? Сталкер, если ты нашел мой тайничок, я тебя разочарую. Но здесь нет хабара. Зато здесь есть мой личный опыт. Почитай, вникай, и он обесценен. Зовут меня Сенька Шмалей. Когда-то как? Ты бегал по нынчикам и ящикам, искал хабара, находил всякую дрянь. То фонарь сломанный, то батон старый, то какие-то фотографии. Никто покупать-то это не хотел. А потом я нашел наборчик инструментов. Хорошие-то были инструменты заграничные. А чем это я? А, точно. Извини, тебе же время дорого. А я тут пишу поэмы, мать его. Запомни, зона богата мусором для несведущих. А нам с тобой, это на руку. Хлам не выбрасывай, полезная вещь. Я из него даже дозиметр собрал себе. И потом на сволоке обуванки таскал. Знал уже, где плохо будет. А где проскочить можно? Треск спасал мне жизнь. А без дозиметра, как без рук. Чуть-чуть задевался, и все. Тошнит. Начинают глаза, закрываются. Пока водки не хлебнешь, не пройдет. Так что, как найдешь хорошие инструменты, не тащи этим техникам. Хитрым оставь себе. А если еще нашел, так и быть. А дай кулибинным местным. Слыхал я, правда, что за них они копейки дают. Завтра пройду на болото. Там, говорят, честнебовцы добровольцев добирают. Может, нарядки подкинут. А потом и дезертируют. Хе-хе. Понятно. Вот как я так эту записку пропустил, казалось бы. Ну ладно. Так, еще вот надо вот тут-то смотреть. И вот тут место смотреть. Это тоже важно довольно-таки. Так, здесь. Здесь. О, стекло какое-то телескопическое. Находим. Так. Нам это все, скорее всего, да, пригодится. Хотя у меня, вроде, как в тайнике все есть. Так, а тут что? Сварочные очки. А, в этом доме говорит. А где еще? В этом доме. А, ну да, вот набор батареек. Все. Дальше надо смотреть на элеваторе. Ну, понятно. Ну, игра прям реально водит за руку. Мне теперь интересно, где еще записки будут находиться какие-нибудь. Потому что надо еще 4 записки найти в деревне новичков для того, чтобы собрать и прочитать все воедино. Но есть такое впечатление, что вот в этом домике я еще что-то не осмотрел. Погоди, по времени, кстати. 8.0.21. А, так нормально еще по времени все. Успевается. Так, тут что-нибудь будет. Ну, вот есть такое ощущение, что на крыше, да, все-таки должны мне что-то были оставить. Да, действительно. Пятая часть записки на кордоне. Пятая только. Только пятая. Ты серьезно? Хм. Интересно. А где еще получается 3, да? С ума сойти. Так, ну я залезу сюда на всякий случай. Если мне подсказывать в комментариях, потому что буквально уже завтра выйдет марификация. Думаю, что вы это будете следовать лучше, чем я. А, че, подожди. Все-таки тебя можно обыскать? Да, можно, но почему-то... А, ну пустой, ладно. Блядь. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. И бегать-то могу. Бегать может. Но ногу накоцал, походу, очень сильно. Ну бывает, ладно. Так, а вот тут, может, какая-нибудь записочка будет лежать? Еще нет? Нет. Ничего подобного тут и нет. Так. А вот тут? Не помню, обыскиваю это здание или нет. Вот опять же, 4... Ну, скорее всего, знаешь, где еще лежит записочка одна? 100% на вот на крыше этого дома, я уверен. Что вот на крыше что-то есть. А может быть вот здесь, где-то в этом? Вот тут? Нет? Блин. Записки эти, конечно, искать, да. Дело такое. Ага. Как ты туда запрыгнешь-то? Вообще, собак загорю сейчас, конечно. Бегите вы в очко, собаки. Так, а тут че? Где? Надо гайд посмотреть мне. А, во, записка. Третья часть записки и кордон. О, еще две надо найти. Ну все, слушай, я уже почти близок. Надо просто повнимательнее что-нибудь осмотреть где-нибудь, и все. Бам. В общем, как-то необходимо мне взобраться сюда. Я сейчас посмотрел видео, и... Да, действительно, здесь... Опа. Пока я тут пытаюсь допрыгнуть вон дотуда, там зомби идут. Ну, ладно, может быть, как-нибудь в другой раз я их добью. Да, блин, ну не получается. Я уже минут 20 пытаюсь. Ладно, не 20, я минут уже 10 пытаюсь допрыгнуть до этого тайника, потому что там есть часть карты. Но у меня нет выноса, если у меня ничего нет, я не понимаю, как люди допрыгивали дотуда. Вот смотри, хоп. О, получилось. Ура. Слава яйцам. Не знаю, в чем была моя проблема, но я не мог это сделать, а сейчас я смог это сделать. Так, вот эта часть. Так, четвертая часть записки, кордон. Четвертая, капец, четвертая. А мне надо еще где-то две найти. Бра, что? Чего так много? Так, ну тут вроде точно ничего больше нет. Да, да, да. Ну-ка, может быть, вот здесь что-то будет еще. Я, наверное, заколебался уже. Но то, что я выдыхаюсь, мне это вообще не нравится. Надо пойти выужить, наверное, всякие вещи. И надо, в самом числе, неписи убивать, потому что нам тоже дадут потом квест на убийство людей, убийство НПС. Видите, охотник на мутантов, это все понятно. Что-то ждаться ночи надо. Ммм. Кайфарик. Так, оказывается, вот тут я еще не обыскал одну вещичку. Один ящик-то, ничок. Не знаю, как хотите так и называть. Одну записку вообще. Вот она лежит. Ну-ка, да, и шестая часть записки, кордон. А, шестая часть записки. Надо еще одну найти, прикинь. А где ее искать? Че? А как? А где? Не знаю. Вот она. Так, третья часть записки. Вы нашли все записки. Теперь у вас есть целая записка, которую можно прочитать. А вот эта, что ли? Полная записка из шести частей. Необходимо использовать, чтобы прочесть. Ну-ка, использовать тайник спрятан в кабине КАМАЗа. В кабине КАМАЗа, не понял, найти тайник на кордоне. Кабина КАМАЗа. Ну, я предполагаю, что вот тут, блин, кабинов КАМАЗов там много, как бы. Ну, ладно. Будем еще искать, хорошо. Нак, еще. Так, еще хотел я кое-что сейчас использовать. В-первых, надо пойти выложить нашу воину, а то она слишком тяжелая. Хотя, с другой стороны, у меня вроде как все в этом хорошо. В смысле, по поводу веса надо только не прыгать лишний раз, и все. Поезд деталей еще наливает ряда, ясно. Вот это место я не обыскивал почему-то. Забыл в предыдущей серии. Находим тут лопату. Кстати, нам лопата будет очень нужна, металлическая, да. Находим также какую-то записулю. Давайте прочитаем ее. Записку битого сталкера. Гонида бандитская. Ударил меня ножом в живот. Все так хорошо начиналось, пока не встретил этого придурка. Требовалось мне деньги, но у меня ничего не осталось. Под конец нашего разговора рассказал ему про тайник, который спрятан на мосту в самом верху. Конечно же, там ничего нет, но я надеюсь, что он залезет туда и расшибется башкой об землю. То есть, подожди, чего это такое? Карма на мосту? Ну-ка, давайте прочитаем еще раз. В трубе сталкера была записка, в котором стало понятно, что его убил бандит. Также этот бандит, скорее всего, полез на мост с затойником, которого там нет. Надо бы посмотреть, чем закончилась эта история. Я там был уже так-то, уже, кстати, на 20 миллизивертов. Надо что-то с радиацией делать. Ну, с чем можно вон водку попить? Я думаю, что это кровотить... О, это и насыщение добавит, и все на свете. Так, я долго сейчас мучился с этими записками и с тайником этим. Так, еще раз. А где у меня вот эта записка? Это не экспрятан в КАМАЗе, а в кабине КАМАЗа. Причем, никак не отображено здесь. Странно. Ну, ладно. И еще вот это место надо бы осмотреть. Вот тут оно находится. Ну-ка. Где? Где-где-где? Где-то здесь, по-моему. Да, вот, вижу ученого. Ну-ка. Что у тебя будет? Ух, твою мать. Правда, он убит очень сильно, но ладно. Так, исследование аномалии на картоне. Ну-ка. Необходимо исследовать аномальные зоны с помощью прибора-детектора аномалий. Каким образом? Правда, я без понятия. Так, исследовать. Вы находитесь не в аномальной зоне. А, надо прям туда залезть, что ли? Да ну не хочу я туда лезть. Так, понятно. Надо прям, видимо, подойти поближе к этой аномалии. Правда, радиации с ума сойдешь сколько. Ну ладно, давай сюда как-нибудь. Хоп. Нормально. Использовать. Исследовать. Мусор как кордон. Все. Ага, 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 ага. Все получилось, да? Радиации. Да, радиация с Хаббл, конечно. Ну ладно, мусор как кордон, так мусор как кордон. Кордон, пошли на элеватор. И сейчас надо еще тут исследовать что-нибудь на наличие инструментов. Все-таки нам надо эту рацию первонаперво чинить. Так, текстолитовая основа. Ну-ка. А, вот еще моток медной проволоки. И на этом не все, хочешь сказать. Ну-ка, тут что-нибудь будет, может? Плотная медь синтетическая. А, вот здесь, наверное, да? Да нет, вроде. Не понял. Ну, поезды дали на элеваторе. Ну, а я чем занимаюсь? А, вон еще что-то лежит, подожди. Сломанное радио, все. Так, поезды дали на АТП. Да это, это хорошо, наверное. Но я бы хотел сейчас еще кое-куда сходить. Есть такое ощущение, что на мосту что-то приключилось. Я даже не знал об этом. Хотя я там был, кстати, ну ладно. Давай сначала на мост сходим. Хотя у меня уже с перегрузом. Проблем с ЭДА есть такие. Надо выложить. Этот пулемет жесткий до боли. Так, а тут что у нас? Не понял. Ну что, элеваторон, погнали нам! Ебаный рот! А! Что это такое? Яшка Бурбон. Ха! Яшка Бурбон, ты что? Ты упал, типа, что ли? Так, не понял, подожди. Найти тайник на кордоне. Это понятное исследование. Аномали на кордоне. А, и все, что ли? Короче, да, этот бандит, походу, в натуре дурак. Он упал и умер. Ну-ка, мне интересно, если я в этот телепорт загляну. Мне что будет с этого? Кстати, по поводу записок. Может быть, что-то вот тут будет? Да, будет записка на кордоне номер 6. Давайте ее прочитаем. Где она? Блин, столько этих записок уже. Сейчас я замучу. Вот номер 6, да, вроде. Стратегическая магистраль снабжения металлургического завода и прикладной станции Тулза. Мало кто знает, но именно данная магистраль использовалась для снабжения данных предприятий как министром обороны, так и в последующем сети закрытых научных учреждений под индексом X. Ныне разрушенная аномальная энергия использовалась военными для контроля северного участка кордона после событий, привлечивших серию катаклизмов на территории зоны. Военные оставили данную позицию и отошли на стационарную точку дислокации Южного поста. Теперь данную проходную облюбовали бандиты, берущие процент за проход, а те, кто отказываются, погибают. Результаты таких отказов можно наблюдать рядом с нас, где местные тушканы и слепые псы, часто гости, часто гости всегда рады подобному рациону. Понятно, что тут не все так гладко. Но мне все же интересно, что будет, если я запрыгну в этот вот сюда, вот сюда. А, кстати, это не случай у меня аномалии? Как вы думаете? Может быть, надо исследовать ее? Это же как-никак, ну, бывает. Как так, правда, не знаю, но... Ладно, тихо. Так, я уже прямо около аномалии. Думаю, что этого хватит. Где-то у меня этот дозиметр... Не дозиметр, вот он. Исследовать. А, вы не в аномальной зоне. Даже сейчас я не в аномальной зоне, подожди. Ну, нет, походу, да? Ну-ка. И куда ты полетел? А, на поезд. Исследование аномалии на кордоне. Странно. И почему у меня... Ну, походу, меня никуда не выбросило. Что странно, довольно-таки. О, еще записочка. Записка на кордоне номер один. Это круто. Ребята, тут просто с ума сойти. Я отсюда ухожу. Так, записка на кордоне номер один. Сеня, который раз тебе говорил. Ну, не делай ты нычки в чистом поле. Уже третий таника обворовали. Мало того, нычки на видном месте. Куда только баран не полезет. Так ты еще и все барахло в одно место сваливаешь. Не клади все яйца в одну корзину. Вот единственную корзину уронил. И все, побил. А если две корзины? А если корзина две, то хоть что-то, да, останется. А что толку тебе объяснять? Один хрен на черту не поймешь. Короче, я перевожу весь хабар из того таника, что было под полом в той хате, в три других. Между ящиками в аномалиями за деревней. Под выходом бульсунеля под ЖД. Путями и под высокую ель. Между дальним блокпостом и базой нейтралов. Поймешь, какую имею в виду, если залезешь на крышу дальнего здания. Как прочтешь это письмо? Черкани мне, Митя. Прикольно, дали наводки какие-то на таники. Но я, правда, хз, где мне их искать? Так, ладно, давайте, наверное, водки попьем. Почему нет? И будет плюс насыщение у нас и минус радиация. Все, отлично. Насыщение, ну, что-то прибавилось, наверное, надеюсь. Почему я повербанк разряжен, кстати, от ПДА, что я ПДА лазил? Наверное. Так, поиск деталей на АТП. Необходимо снова прочитать АТП. В поисках деталей для сломанной рации. Возможно, детали стоит поискать в здании на ящиках первого и второго этажа. Кстати, кто помнит, там про тайник мне рассказывали около АТП, около костра какого-то. Насколько я помню. Вот не помню где, правда. Может быть, где-то вот здесь, кстати. Вполне же вероятно, что где-то вот тут. Ну-ка, копать. Ничего не найдено. Не знаю, а какой тут еще костер может иметься в виду. О, тут уже зомби все приобрюбовали себе. Пошел нахер. Чмоне. Какая сусок радиации в это время была, я даже не знал. Так, чему у тебя нашли тут? Ахерь, хоть нашли, ладно, не сильно важно. О, еще записочка, кстати, номер 7. Записка номер 7. Где она? Территория АТП ранее служила пунктом обслуживания техники и стоянка грузового транспорта, обеспечивающих работу элеватора, а также фермы, расположенной за железнодорожным мостом. На текущий момент заброшенный и частично разрушенный стал предстанищем криминальных элементов, пришедших туда с главной базы в Терной долине. Через заброшенную и малоизученную территорию лощины, расположенной западнее. Даже опытные сталкеры предпочитают обходить территорию стороной, не говоря уже о новичках. Местоторговый Сидорович неоднократно искал решение одной данной проблемы, которая мешает его торговле на южных локациях зоны, но и безуспешно. АТП, хоть и не блокпост военных, но находящиеся там бандиты, помимо гладкоствольного, имеют автоматическое оружие. О, зомби, привет. И неплохое по меркам кордоноснащение. Примерно численность 7-8 человек в начнем время больше. Именно оттуда бандиты выделяют отряды на точки контроля локации, такие как ЖД мост, элеватор, заброшенный северный блокпост. Так, дядька, мне надо вас убивать, напоминаю, потому что если не буду вас трогать, то это будет не очень круто для меня. Так что там, ноль радиации, отлично. Куда ты ушел-то, алло? Куда ты ушел, ладно. Окей, ушел. Не буду тебя тогда трогать. Ушел, иди. Так, а где тут, подожди. На диване опять где-то, что ли? Так, банка канифолия, пауковый конденсатор. Мне бы написали список, я бы, может, и понаходил бы, может, у меня что-то уже было. Изначально аптечка первой помощи, че? Откуда у меня аптечка первой помощи? Неясно. Так, тут что, где? А, я же... Как это так вот, если мне это, невнимательно все просмотрел? Неужели это я не видел в предыдущие разы? Так, а тут что? Херову знаю, что тут еще может быть. Уж на крыше где-то, или че? На кровати заныкали, нет? А, чего? А где? Блядь. Нет, это такое ощущение есть, что где-то... О, напор для розжига. Чига себе, а че это попадало-то? Откуда? Сверху, что ли? Ха, странно. Может, я реально тут что-то не так обыскал, не обыскал до конца? Ну-ка, а тут что? Че тут нету? Эту хпшку свою он трачу, вот этим... Ой, здорово! Попади ты по нему. Или прибил. Так. Ха, в центре Припяти. Ничего себе, мы нашли какой-то тайник в центре Припяти. Так, обрез. Ну, кстати, пушка-то... А, убитая в говно, ладно. Во, 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 все, я понял. Почини соманную рацию. Так. О. Блядь. Ладно, будем шуметь. Будем шуметь немного. Еще я слышал какой-то особь. Вроде как. Или нет, или показалось. Входа показалось. Все необходимые детали для починки соманной рацией у меня есть. Осталось только лишь починить. Сейчас починим, не переживай. Нашли пердач. Нам не надо его. Кстати, эти патроншки, они вроде как стакуются, и они вроде как неплохие. А, это старые. Твою мать. С радиацией. Хоть с радиацией проблем тут нет. Ну что, поехали. Так. Рация. Почина. Рация работает, но необходимо найти высокое место для лучшей подачи сигнала. Возможно, сверху на мосту возле ЖД насыпи будет хороший сигнал для связи. Ага. Хороший сигнал для связи. Ну пошли, попробуем отправить сигнал. Я думаю, что вот здесь уже можно, да, наверное, сигнал отправлять. Ну-ка. Так. Отправить сигнал. Вы находитесь в зоне возможных отправки и получения сигнала. В смысле? Я же наверху и так нахожусь очень-очень высоко. Ладно. А, погоди. Наверное, надо на точку прям встать вот сюда куда-то, да? Я так полагаю. Ать. Сохраняемся аккуратно. Так. Здесь я на точке. Вроде на точке, но тут... Блин. Походу, надо как-то реально вот сюда. Прям на точку. Вот сюда встать, да? Вот сюда. Я прям на точке нахожусь. Не знаю. Никаких сообщений на КПК не приходит. Прием. Если кто-нибудь слышит данное сообщение, то дайте ответ на сообщение. Конец связи. Так. Где-то надо получить, видимо, сигнал. Вдруг нам дали это сообщение как раз таки. Слышу тебя хорошо. Я нахожусь на болотах на старой базе чистого неба. Переход на болото есть в карте, которая закопана в моем тайнике возле деревни. Этот канал прослушается военными, поэтому скоро они вышлют своих солдат. Будь осторожен. Конец связи. Так. Дождаться ночи, это, конечно, круто. Дальше что мне надо делать? Найти тайник на кордоне. О. Зачистка войны Южных Блокпост. Неизвестный сталкер вышел со мной на связь, но сигнал был перехвачен военными. Нужно избавиться от них, пока не поздно. О. Че, сколько заданий сразу. Точнее, одно задание. Какое-то интересное. Убить коты военных, мне говорит. Так, ротятся тут откуда-то. Пошли-ка выложим тогда всякие наши вещи ненужные. То я заколебался уже ходить с таким значительным перегрузом. Ну, не значительным перегрузом, но то, что у меня есть, меня это уже смущает. Так. Налайте, выкладываем тогда вещи, особенно пулемет всякий. Так. Так, шкатулка с драгоценностями вряд ли пригодится. Сишки-то может... Вот честь тел мутантов, я думаю, пока нам не надо будет. Так, 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 так. Гранатки точно пригодятся. Патроны, особенно старые, давайте тоже сложим. Аптека пригодится. Стимулятор, скидывайте штуки, давайте выложим. Как и выложим, наверное, вот это. Записки, ахазе, куда мне девать? Ну ладно, 26 килограмм. Думаю, что этого уже более-менее хватит для того, чтобы тут все это исследовать, да? Ну, думаю, да. Гранатки нам пригодятся, я в этом уверен. Ну все, вот так вот делаем и нормально. Так, надо на южный блокпост, да, отправляться теперь? Ну, я, конечно, рискну, нам постраивали переместиться. Итак, поехали. Будем пробовать этих военных убить. Здрасте. Так, мастер-убист новое задание. А что за мастер-убист? Убейте 20 сталкеров. Ммм, убил. Держи в курсе. Так, перезаряжайся. Ну, не знаю, как из этого дробовика их убивать вот так вот быстро. Да что за ужас такой, а? Да. Сержант-барсак жесткий. Надо как-то, может, пистолета хотя бы... Блин, я бы потрогал к этому пулемету, который я нашел, был бы идеально. Но я тоже губу раскатываю, на самом деле, серьезно так.